СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ Робион мира по карате Киокусинкай Сергей Осипов дает мастер-класс корреспонденту нашей программы. Уже с погрешности удар пошел. Занимайтесь физкультурой аккуратно. Спортивный доктор отвечает на вопросы телезрителей. И та и другая ситуация требует незамедлительной помощи. Не затягивайте, пожалуйста. Самые успешные и знаменитые россияне рассказывают, какое место в их жизни занимает спорт. Вот здоровье и физкультура для всех. Уже долгие годы карате является кандидатом на включение в олимпийскую программу. Главным препятствием на пути к олимпийскому статусу является высокий травматизм среди каратистов, а также очень большое множество стилей и федераций, то есть, по сути дела, разобщенность между мастерами карате. Увидим ли мы когда-нибудь это восточное единоборство в олимпийской программе, покажет время. Ну а пока давайте учиться карате. Мастер-класс по самому массовому и знаменитому из восточных единоборств в программе «Спорт для всех». Доброе утро. Подумай. Доброе утро. Меня зовут Юрий Лешок, и сегодня я расскажу вам о том, что каждый человек может стать сильнее в десятки раз, а кулак, простая человеческая рука, может быть тверже камня, потому что сила, она вот здесь и вот здесь. Моим учителем будет сам Сергей Осипов, чемпион мира. Сергей, расскажешь про караты, покажешь, научишь? Попробуем. Важный момент в подготовке спортсмена, кикушина, умение владеть своим телом. Наверное, мы с этого и начнем. Для этого нам нужно постелить маты. При начале каждой тренировки очень важный момент – это разминка. Что делать, гуру? Вокруг по залу бегом марш. Наш шаг переходит, восстанавливая рука. Сейчас будет переходить к кульминации подготовки. Конечно, новичку их очень сложно делать. Давай начнем с простых упражнений. Это акробатические. Следующее упражнение называется промокашечки. Голубь в сторону, выгибаемся, стараемся низом живота. Ну ничего, ничего страшного. Борцовские мосты, переходы, промокашка – все это лишь начало главного действия. Отработки и обучение ударом. Упражнение на взрыв, на реакцию. Ты стоишь в боевую стоечку, в средней дистанции. И должен взорваться в короткое движение и попасть по ладошке. Моя задача, чтобы ты промахнулся. Уже с погрешности удар пошел. Извини. Сейчас мы переходим к следующему этапу. Постараемся огранить, как говорится, бриллиант и поставить ему ударчик. Давай, справа удалим. Во-первых, короткий выдох. Желательно шипящий, потому что там хы, фу. Это в основном выдох легкий получается. И еще! И еще! И еще! Взрыв. Шипящий. Не старайся сильно ударить. Вот, плечо-бедро вместе. Связки локотка. Во-во-во-во. Очень хорошо. Просто я держу, я тебе даю возможность прицелиться. Пока я держу, ты начинаешь страстить, как ты с пулеметом. Движет цель, голова отключается. Да, вроде получается. Пока, блин, получается, надо путь удара сделать. Странно, я тысячу раз делал это движение. Но все так сложно. Сложные траектории, почувствую локоть. Очень напоминает терминатора. Когда он разрезал себе руку, там у него связочки ходят. Пальчики. Шарнирчики. Не все так просто. Каратисты так же ощущают свое тело, да? Конечно. Какой у тебя коронный удар? У меня достаточно много было нокаутов за счет колен. Там короткое движение. Там не то, что вытянулся, подтянул. Обратите внимание на разницу в скорости. Мы сейчас начинаем двигаться. Сейчас просто постарайся следить за локтем. Я говорю, за связочкой. Двигаемся, двигаемся. Я просто тебя поджал, поджал. Опа. Среагировал. Отработка ударов окончена, и Сергей пошел за перчатками. Начинается, наверное, самый ответственный момент тренировки. Спарринговая работа. Я работаю только слева. Ну давай, просто примерно начнем. Слева или справа сам точно. Я тебя только слева работаю. Хорошо. Удар ногами. То же самое. Начинаем с лоу-кика. Если ты про него забываешь, начинаешь думать только о ноге. Я же бью ногой. Это как пощечина и удар в голову. Вот это пощечина. Это удар в голову. Давайте попробуем, что я тут сделаю. ОС. ОС. Спасибо. Ну, мне кажется, очень много успели сегодня учиться. Ну, на самом деле, это только начальный этап подготовки. Конечно, очень много мы не успели сделать. Но я надеюсь, что мы еще сможем, наверное, и дальше потренироваться, и дальше продвинуться в подготовке. ОС. 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 Каратэдо – это путь. Полноконтактный стиль Кёкусин, наверное, самый тяжелый, но и самый короткий путь к истине. Я сделал сегодня лишь только первый шаг. Помните, неправильные занятия спортом чреваты многими проблемами Вывихами, ушибами, растяжениями и прочими травмами В нашей рубрике «Врачебно-физкультурный кабинет» Мы организовали для наших телезрителей связь со спортивным доктором Который отвечает на все ваши вопросы Доктор, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Задает вопрос Вера Ивановна из Москвы Доктор, внук неудачно упал на тренировки по самбо И вот уже второй день говорит, что болит рука в локте Прошу, дайте ваши рекомендации Мне бы очень хотелось, чтобы сразу после передачи Вы своего внука отвели к врачу Потому что ситуация может быть очень серьезная Это может быть обусловлено боль в суставе Либо травмой костной, либо повреждением связочного аппарата И та и другая ситуация требует незамедлительной помощи Не затягивайте, пожалуйста И впредь надо более активно реагировать на жалобы ребенка Если была травма, а впоследствии имеется боль Занимайтесь спортом Берегите своих детей, их здоровье И будьте сами здоровы Занимаетесь спортом? Хотите, чтобы мы рассказали о вас, о вашей секции или соревнованиях? Пишите Спортсобакатричанел.ру В выходные не сидите дома Это скучно Лучше посетите какое-нибудь спортивное мероприятие Благо, что в Москве в них недостатка нет В нашей постоянной рубрике «Афиша» Мы рассказываем вам о самых интересных спортивных событиях Московского региона На этой неделе среди дворовых команд «Золотая шайба» Начинаются финальные игры ежегодного городского турнира по хоккею Соревнования проводятся среди детских и юношеских команд в четырех возрастных группах По традиции главные матчи будут сыграны на взрослом льду То есть на площадках для большого хоккея В понедельник, 14 февраля, команды восьми московских округов Померяются силами в ледовых дворцах «Центральная», «Северная звезда», «Марина» и «Снежная барса» В среду молодых хоккеистов примут стены спорткомплексов «Русь», «Созвездие» и «Зеленоград» Супрафинал турнира состоится в марте В Лужниках сегодня праздник экстрима На малой спортивной арене пройдет четвертый фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» В шоу будут участвовать мировые звезды, которые покажут свое умение в таких дисциплинах Как фристайл на снегоходе и квадроцикле, мотофристайл, биг-эр, паркур, велотриал, блейдер-кросс и джампинг Если вы не знаете, что означают все эти слова, все равно приходите, будет жарко Шоу продлится два с половиной часа, начало в 16.00 Хорошая физическая форма – это приподнятое настроение, высокая работоспособность и привлекательный внешний вид Все это вам могут дать только регулярные занятия физкультурой Все успешные и знаменитые люди дружат со спортом И они в нашей постоянной рубрике «Из первых уст» рассказывают вам, что в их жизни значит спорт Среди слагаемых здоровья, кроме питания, экологии, я бы выделил, конечно, занятия физкультурой Для этого много денег не надо, ни богатым, ни бедным Все могут заниматься физкультурой Это действительно путь к здоровью Зимой лыжи, коньки, летом пробежки, велосипед Это мало стоит денег, но очень много стоит для здоровья Вот здоровье и физкультура для всех И это все, о чем мы успели вам рассказать на этой неделе Увидимся в следующее воскресенье в 9.30 утра на третьем канале С вами был Сергей Куропов До встречи, будьте в форме и помните Спорт для всех Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова